Магадан Это около 90 тонн в год Для сравнения, сейчас на Колыме в год рудники и шахты с самым современным оборудованием и новейшими технологиями добывают немногим более 40 тонн золота И это, конечно, подвиг Это колоссальный подвиг всего советского народа тех людей, которые работали в Магадане И, конечно, эти деньги, эта валюта, золото Это очень нужно было стране для победы Да, оборонная промышленность выпускала много военной техники, боеприпасов Но чего-то не хватало, это нужно было покупать за золото В Магаданской области добывали не только золото 19 тысяч тонн оловянного концентрата было добыто на Колыме в годы Великой Отечественной войны Оло вошло на изготовление боеприпасов и патронов для Красной Армии Вечерний Магадан решил узнать у жителей областного центра Какие эмоции вызывает у них новый статус Магадана Как города трудовой доблести Да, я горжусь этим городом Я здесь живу всю свою жизнь Мне здесь нравится Неплохой город Возможно, Магадан даже можно назвать городом-героем Потому что сюда раньше ссылали людей Ну и он делает очень много для страны Много добывают золота Все в общем, я думаю Не скажу, что меня переполняют какие-то сейчас эмоции Но это здорово, это очень хорошо Хорошие чувства, да Хорошие чувства у меня Отец здесь, он был личиком С Ростом и Небесным Он полетал здесь С 71-го года Вот И вот полетал на 12-х, на 18-х Город хороший Ну, бывает иногда То, что у нас чего нету Что отсюда тяжело добраться до материка А сейчас говорят, что строят железную дорогу Что к нам Ну, не знаю, правда-неправда Ну, думаю, что будет когда-то Может, внуки уже будут ездить по железной дороге В 2020 году в нашей стране В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 Диспансеризация взрослого населения была приостановлена Но 21 апреля этого года В ежегодном послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин поручил правительству, Минздраву и главам регионов Вернуть диспансеризацию в полном объеме С 1 июля 2021 года Более того, глава государства заявил о необходимости Расширить программы диспансеризации и эпидемиологических осмотров Диспансеризация Это комплексное обследование Определенных возрастных групп населения Начиная, мы сейчас говорим о взрослом населении Которое проводится с целью того, чтобы на раннем этапе выявить заболевания Которые в конечном итоге ухудшают жизненное качество человека И могут даже привести к преждевременной смерти Это в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, онкология Заболевания органов дыхания, пищеварительного тракта В 2021 году пройти диспансеризацию могут граждане в возрасте от 18 до 39 лет С кратностью один раз в три года Например, 82, 85, 88, 91 годов рождения и так далее А также граждане в возрасте от 40 лет и старше Они проходят диспансеризацию каждый год Руководители крупных учреждений могут составлять списки Направлять их в поликлинику и организованно проходить Но также может каждый человек просто сам пойти в поликлинику И с определенным документом, документы обычные Паспорт, СНИЛС, медицинский полис Прийти в порядке живой очереди, записаться Получить определенное количество направлений Сдать анализы, пройти некоторых специалистов А вот уже по результатам медики будут принимать решение Необходимо ли этому человеку более углубленный медицинский осмотр проходить В 2021 году план профилактических мероприятий по городу Магадану Составляет почти 25 тысяч человек Из них диспансеризация 18 тысяч Профилактические медосмотры около 7 тысяч человек Прошли профилактические мероприятия на данный момент 21,5% от плана Информационная памятка для населения, в котором разъясняется Необходимость и порядок прохождения диспансеризации в 2021 году Размещена на официальном сайте мэрии города Магадана В разделе «Городское хозяйство» вкладка «Отдел охраны здоровья» Более 8 тысяч человек взрослого населения Колымы прошли диспансеризацию Около 6 тысяч горожан и 2 тысяч жителей Магаданской области прошли обследование По словам специалистов, на 2021 год профилактический медицинский осмотр Должны пройти более 36 тысяч магаданцев Спансеризация усилена скрининговыми мероприятиями в рамках выявления онкозаболеваний И поэтому там более развернутый объем обследований Значит, по итогам первого квартала 2021 года При проведении анализа, опять-таки, лидирующую роль Занимают по выявленным заболеваниям и факторам риска У нас занимают, соответственно, болезни системы кровообращения То есть артериальная гипертензия О которой некоторые пациенты узнают, в принципе, только пройдя диспансеризацию Значит, также у нас выявляются в основном эндокринные патологии Это второе место, да, сахарные диабеты, гипергликемии Которых очень много, о которых тоже пациенты узнают, в принципе, пройдя диспансеризацию Значит, третье место у нас занимают болезни пищеварения И четвертое – болезни органов дыхания Специалисты отмечают, что по факторам риска развития заболевания Первое место занимает нерациональное питание пациентов Повышенная масса тела и факторы, которые способствуют развитию болезней системы кровообращения Пациент при обращении, значит, на диспансеризацию С собой берет паспорт, полис и страховой, и СНИЛС Эти три документа ему нужны для прохождения диспансеризации Обращение в 85-й кабинет у нас, Поленина 9 Там у нас сидят медсестры, которые занимают оформление По его возрасту, по которому он подходит, в текущем году Назначаются те или иные обследования Согласно возрасту, по приказу 124Н Пациенту выдаются на руки на бланки Направление на анализы, кардиограмма, если это нужно Пациент сдает, ему дается бегунок, так называемый То есть, в котором указаны непосредственно кабинеты Режим работы кабинетов, как проходить При прохождении всех этих исследований пациент обращается Также у нас возвращается в 85-й кабинет Где уже медсестры проверяют наличие всех исследований, которые он прошел И направляются к терапевту на осмотр Обследоваться пациент может за два посещения Первый этап – прохождение исследования Второй – беседа пациента с врачом Получение рекомендаций Увеличить срок прохождения диспансеризации Может только подготовка анализов у врачей-гинекологов И цитологического исследования Снимок маммографии также готовится несколько дней Что увеличивает срок прохождения медицинского обследования Вот сюда Да, да, да А дальше что? А это вообще не знаю По катастрою здесь ничего нет 18 мая этого года жительница Магадана Анна Капустина Обратилась к главе областного центра Юрию Гришану С вопросом о получении соседнего с ее домом земельного участка Семья Капустины хотела взять соседнюю землю Сброшенным и почти до основания разрушенным частным домом В собственность или в аренду По словам заявительницы, это было уже пятое ее обращение с 2015 года По различным причинам в предыдущие годы чиновники отказывали Анне Одной из которых является близость старого магаданского кладбища И ряд связанных с этим ограничений Сложность рассматриваемого на приеме у главы областного центра вопроса Потребовала личного выезда градоначальника на место Как отметили участвовавшие в выезде мэра специалисты Остатки разрушенного дома на рассматривавшемся земельном участке привязаны к нему Для того, чтобы отвязать разрушенный и фактически несуществующий объект от земельного участка Необходимо обратиться к кадастровому инженеру за заключением А это платная услуга Затем необходимо разработать проект по сносу этого разрушенного объекта Подавать его в САТЭК После согласования там земельный участок будет доступен к аукционированию Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова